Он так её мучит, как будто растит жену. Он ладит её под себя, под свои пороки. Привычки, страхи, веснушчатость ржину. Муштрует, мытарит, холит, даёт уроки. И вот она приручается тем верней, Что мы не можем спокойно смотреть и ропщим. Она же видит во всём заботу о ней, Точнее, об их грядущем. Понятное в общем. Он так её мучит, дрючит, костит, чистит. Он так её мучит, прицельно, умно, пристрастно. Он так её мучит, как будто жену растит. Но он не из тех, кто женится, и это ясно. Выходит, всё это даром. Анкор, анкор. Ко мне, ко мне переривчатый вопль тарзаний. Скандалы, слёзы, истерики, весь декор. Приходы, уходы и прочий миллион терзаний. Так учат кутить обречённых на нищету. Так учат наследного принца сидеть на троне. И знают, что завтра трон разнесут в щепу, Сперва разобравшись с особыми царской крови. Добро бы на нём не клином сошёлся свет. И всё бы сгодилось с другим, на него похожим. Но в том-то вся и беда, что похожих нет. И он её мучит. А мы ничего не можем. Но, может быть, вся дрессура идёт к тому, Что после позора, рёва, срыва, разрыва, Она дорастает и станет равна ему, А значит, непобедима и неуязвима. И всё для того, чтобы, отринув соблазн родства, Давясь слезами, пройдя километры лезвий, Она до него доросла и переросла, И перешагнула и дальше пошла железной. А он останется. Треснувшая броня, пустой стакан, Перевёрнутая страница. Не так ли и Бог испытывает тебя, Чтоб сделать себе подобным и устраниться? Да всё не выходит. Субтитры создавал DimaTorzok